Буквально недавно в телеграм-канале я анонсировал про что будет следующее видео и ребята поддержали, потому что очень многих интересует как раз таки эта фишка, эта игра через второго на третьего. И если вы смотрите регулярное видео, то вы видите, что очень много подобных разыгрывок я использую в частности и в Rivals, и в Champions, и во дворах, и в самих финальных стадиях. Очень эффективная методика, сегодня с вами пройдемся по базовому пониманию, что это такое, в чем секрет, почему защитники соперников зачастую не реагируют на такие выходы, и как по сути, не прилагая особых усилий, просто играя по таймингу в пас, закидывать и выпускать своих форвардов по сути с центра поля один на один. И это можно сделать не раз, не два, не три, а не знаю, там 10, 15, 20 раз в течение матча с минимальными усилиями. Просто на ровном месте создаете себе голевые моменты, как потом реализуете уже выход один на один, это уже зависит от вас. Итак, без лишних слов, поехали. Ну и перед тем, как начать, пару слов про наших друзей FIFA Profitips. Если вы не успели на последний розыгрыш ребят на сумму 3,5 миллиона монет, то не расстраивайтесь. Новый розыгрыш на 4 миллиона монет ожидает вас уже на их телеграм-канале. Также ребята занимаются покупкой, продажей монет, а также бустом аккаунтов. Если вы хотите, чтобы за вас сыграли в Weekend League и выбили лучшие награды, не стесняйтесь, ссылки на ребят в описании. А если этого мало, то у парней есть YouTube-канал, на котором они обозревают самые актуальные карты на профпригодность. Приятного просмотра! Итак, начнем мы с базового понимания, что такое вообще игра через второго на третьего. Дело в том, что вы зачастую играете, играете, скорее всего, используете чаще всего просто игру через второго. Когда у вас во фланге, например, игрок принимает, скидывает мяч, вы либо скидываете Л1 и забегаете, либо же вы просто запускаете Л1 от своего игрока, он забегает, и вы запускаете просто на него там Л1-треугольник. Л1-треугольник, выход, там уже за спину есть и повезет. Но это работает не всегда и не идеально. Почему? Потому что зачастую соперники, имеется в виду боты соперника в защите, они реагируют по забеганию. Если вы вручную запускаете своего игрока на Л1, то есть получили с Л1, запустили, он побежал, то последний защитник соперника всегда будет крыть ближайшего забегающего игрока искусственным интеллектом. Либо же, если вы просто с Л1 скинули, забежали, то же самое. Всегда идет крыть. Если вы просто скинули и ждете, пока ваш игрок сравняется по линии, вы закинете, чаще всего это не сработает. Здесь это сработало, потому что соперник, как вы видите, прожимает искусственный офсайд, он выдергивает свою защитную линию, из-за чего вы видели, да? Защитник дергается в обратном направлении из-за офсайдной ловушки и ловит за спину этот заброс и по итогу выход 1 на 1. Но это работает только если соперник вручную, либо через офсайдную ловушку, либо же там вручную берет своего защитника и выдергивает его с позиции. Я выпускал сегодня, ну вчера, когда вы это уже смотрите, вчера, шортс про то, как через центральных защитников как раз-таки выдергивать защитников, потому что когда вы отдаете со второго темпа первый там темп, точнее пас, сильный R1 пас просто, то защитники на искусственном интеллекте, они, вот видите, я отдаю сильный пас вперед, скидываю назад и искусственный интеллект выдергивает этого защитника, то есть, видите, с линии, выдергивает, 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 потом уже идет переключение на L1 соперника и он уже вне позиции. Остается три защитника и четвертую уже все выдернут. Поэтому я всегда через крайнего защитника, то есть крайнего, выхожу на крайнего полузащитника, тот, его задача вытянуть за собой игрока, скинуть в одно касание в центр с L1 для того, чтобы моментально за спину как раз вылетевшего игрока забегать. Искусственный интеллект выдернул, соперник забил хер, не вернул на позицию, в спину идет забег. И тут как раз таки игра на третьего. Но игра на третьего тут не то, про что мы будем говорить, это я просто показываю, как это выглядит низом. Та же самая игра, вытянул, через второго на третьего идет запуск. И все, выход за спину уже обыгранного КЗ, и то даже если возвращается, ну уже все потеряно, потому что ЦЗшник вручную выбран игроком, выдернут соответственно со своей позиции, что нельзя никогда делать, потому что, вы видите, позицию ЦЗ уже некому закрывать, и туда уже со второго темпа обратно забегает Мбаппе. Сейчас же мы с вами пройдемся как раз таки про темы нашего видоса, про закидки, закидки через второго на третьего. Как это выглядит? Для начала посмотрим. Раз, вот видите, ничего не предвещает беды, просто вот 2-1, ведем, 49-ая минута, все в центре, все на нашей половине поля, по сути соперник давит. Раз, раз, добро пожаловать, выход 1 на 1 с центра поля. Как это выглядит? Как это делается? Базовый принцип исполнения закидок со второго на третьего, по сути это тот же принцип, который используется при кик-оффе, когда вы разыгрываете через второго, третьего на четвертого идет закидка, ваш форвард бежит, а линия защиты не реагирует на это. Почему не реагирует? Потому что закидка, обратите внимание, если я сейчас запускаю Элсебио, а я его запускаю, да, обратите внимание, идет передача, перехват, пас, с L1 отдал и моментально с L1 запустил Элсебио. Он побежал, я понимаю, окей, он бежит. Дальше моя задача какая? Дальше моя задача вывести мяч до игрока с хорошим дальним пасом, имеется в виду L1 треугольник. У вас в центре поля должен быть один в идеале, то есть у вас есть разрушительный опорник, у вас есть бокс-то-бокс и должен быть один с крутыми L1 треугольниками. У меня в команде это Дебрюне. Тот, кто у вас зачастую угловые подает, у него должны быть хорошие пасовые показатели. У Дебрюне золотые треугольники, это значит, что 9 из 10 его L1 треугольников летят идеально, блядь. Идеально! Поэтому я всегда стараюсь по возможности запустить от Дебрюне. То есть забег идет, я жду. Моя задача выйти на него и в одно касание закинуть. Почему в одно касание? Потому что после того, как я приму этот мяч, этот мяч полетит хуже. Я сделаю, потеряю 2 секунды на принятие, обработку, выжать силу, подождать, пока он сделает замах. Это очень много времени. И пока я все это буду делать, защита будет уже реагировать на забегающего игрока. Но дело в том, что защита не реагирует на этого игрока, если вы делаете дополнительный пас. Как это выглядит? Вот этот пример вы посмотрели, давайте двигаться дальше. Например, обратите внимание, запускается бест, идет передача параллельная на Дебрюне. Раз в одно касание. Защитник не реагирует. Даже, ну, возможность взять этот мяч, опять-таки, она есть. Вот в этом эпизоде, как вы видите, защита всегда, она стоит лицом к вам, да, сопернику. Никто не стоит спиной, готовый забегать сразу с забегающим игроком. И когда вы запускаете этого игрока, например, я запустил беста. Если после запуска я также буду ждать на том же самом Роберто Карлосе, с этим бестом параллельно будет опускаться еще и центральный защитник, не давая ему зайти за спину. Но когда я отдаю дополнительный пас, все. Он отпускает моментально забегающего игрока. Ну, это можно назвать даже глич механикой. Защитники перестают реагировать. То есть для них опасность вот отсюда исходит. Если пошла эта передача, все. Они понимают, что можно не следить. Забег проигнорирован. Но на это и акцент. На это и акцент. За счет этого раз за разом спину и дудосят. Опять-таки смотрим. Выход. Перевод сразу. А не, это не то. Это по сути та же самая механика через второго на третьего. Очень часто также использую. Идет перевод. Перевод не на крайнего полузащитника, а на крайнего защитника. Кстати, на заметку. Очень хорошо работает, когда вы, например, от одного КЗ или от крайнего полузащитника хотите вывести второго крайнего полузащитника за спину крайнего защитника. То есть Беста хочу вывести за спину. Что вы делаете? Вы даете параллельную закидку. Л1 треугольник. Причем не просто навес. Потому что если я сделаю навес, мяч полетит сюда. А я стрелкой нажимаю в сторону, но ближе к ЛЗ, точнее ПЗ, чтобы подтянуло его, а не на Беста полетел Л1 треугольник. Даю Л1 треугольник, и мяч летит не в точку, где он находится, а в точку, где находится по сути Бест. То есть Л1 треугольник всегда же запасно вперед закидывается. И тянет вашего КЗ. И пока тянет вашего КЗ, ваша задача запустить вашего крайнего полузащитника, соответственно, в забег. Зажимаете Л1 в его направлении, он начинает бежать, и ваша задача на мяч потянет же кого-то, да? Из соперника всегда кого-то потянет. Кого потянет? Крайнего защитника. Потому что у него нет такого выбора, он не может выбрать с другим бежать. Его игра тянет к крайним защитникам. Ваша задача просто за спину этого крайнего защитника, своего крайнего полузащитника, в одно касание запустить. Все. Дальше нет у крайнего защитника на позиции. Выход 3 в 3, численное большинство использовать, либо же численное равенство. Это уже дело как бы мастерства. Двигаемся дальше. Вот эту механику, которую я рассказывал, она очень эффективная. Запомните, очень часто сейчас пользуюсь. Снова возвращаемся к нашим закидкам. Запускаем. Как только получаем мяч, опять-таки, ничего страшного уже нет. Запускаем Баппе, он начинает свой забег. Дальше ищем, ищем, ищем того, кто должен закинуть. Баппе еще даже не добежал. Но выходим на Дебрюне, и как вы можете заметить, видите защитника? Он опускается с Баппе, потому что Баппе бежит. И мяч у меня, он будет реагировать, работать по Баппе до тех пор, пока мяч у меня у игрока, который запустил Баппе. И как только я отдаю параллельный пас, все, Пандайк выключается моментально. Все, угрозы нет. Поэтому в одно касание, L1 треугольник, почему все через Дебрюне, золотой, видите, да, над головой золотой стиль сыгранцы. L1 треугольник, лови. Баппе в полупозиции, уже теряет темп, соответственно, на забегающего игрока он не успевает. Снова смотрим. Из глубины запустили. Как это запускается? Ну, я думаю, это не стоит объяснять. Просто в направлении. Тыкайте левый стиль в направлении форварда, тыкайте L1, он разворачивается и начинает ебать. Смотрим на защитника, смотрим, он реагирует. Он реагирует, он реагирует, он играет по Эусебию. Дальше моя задача какая? Видите, видите, он не отпускает. Как только мяч, обратите внимание, как только мяч выходит с моей ноги, все. Игрок, который откидывается, реагирует на заходящего. Оп, все, можно спокойно возвращаться, потому что угроза миновала, закидка не пошла. И в одно касание. Рап, за спину. Все, на противоходе. Не догонишь. Не догонишь уже. Ну, тут я остановился, решил просто через второй темп уже атаку завершить. То же самое. Снова получили. Запускаем сил один. Идет забегание. Выходим на второй темп. Смотрим на Ван Дайка. Все. Видите, моментально ломается анимация бота. Искусственный интеллект. Я не знаю, как это работает. Это, скорее всего, недоработка искусственного интеллекта в игре. Очень редко, кстати, используют. На турнирах я вообще не вижу, чтобы это использовали. В исполнении каких-то киберов я не вижу, чтобы использовали эту механику. Хотя она максимально эффективна. Опять-таки, можно ли ее остановить? Конечно, можно. Но для этого надо иметь видение поля. И надо понимать, что если из глубины запускается форвард, надо всегда реагировать, как вручную, правым стиком перекидываться. Переключаться на центрального защитника, ближе всего находящего, или крайнего защитника, который ближе всего к забегающему. И параллельно сопровождать его, пока он не перебежит линию оффсайда. Как только перебежал, можно отпустить. Потому что закрыть закидку вы не сможете. Ну, только большим часом давлением на владеющего, на потенциального адресата. Но хер знает, сможете ли вы закрыть одновременно и этого, и этого. Легче закрывать одного забегающего. Поэтому раз, L1 треугольник в одно касание. Даже от гулита, у которого херовые эти закидки, да? И выход еще один. Таких голов, чтобы не соврать, ну, на каждой индивидуальной тренировке. Кстати, по 4-5 каждый день проходит. Если вас интересуют индивидуальные тренировки с разбором, аналитическим вашего геймплея, выявлением ошибок и дальнейшей проработкой всех этих ошибок, то ссылки в описании, в Телеграм пишите, или через Бусти, или Патреон. Переходите, там вся информация есть. Зачастую в каждом матче таких закидок можно сделать, ну, немереное количество. Это халявные выходы один на один. Опять-таки, разворот мяча. Смотрим, запущен БП, смотрим на ЦЗ. Контролирует, контролирует, опускается. Идет параллельная передача. Ван Дайк ломается. Моментально. Ван Дайк забивает Хер. Л1 треугольник в одно касание на всю. Очень важно. Сила прожатия. Старайтесь всегда выжимать на всю. Иногда, понятное дело, что не будет получаться, потому что расстояние, которое мяч преодолевает, намного быстрее, чем... Ну, намного меньше, чем время, необходимое на прожатие на всю силу. Идет пас. А так как я отдаю всегда. И еще один, да. Чуть не забыл. Еще один важный момент. Когда вы запускаете, тут все на таймингах. Все на таймингах. Я зачастую как делаю? Я получаю мяч. Запуская, как только получил, да. Зачастую еще до того, как получаю мяч. То есть мяч идет, идет, идет. И вот в момент приема, обратите внимание, идет L1 треугольник. L1 треугольник, говорю. L1 в направлении Мбаппе, чтобы он начал забег. И как только он начал забег, моя задача отдать, чтобы мяч от Дебрюне, от закидывающего, выходила в моменте, когда Мбаппе максимум на одной линии защиты. В идеале на одной. Если он, ну вот здесь, когда я запускаю, понятное дело, что у защитника, ну тут 3 метра форы. И потенциально можно переключиться и побороться, попадаться. Дам, так, дам, блин. Дать корпус. Поэтому тайминг идеально выжидаем. И закидываем, чтобы хотя бы, хотя бы, ну метр-полтора было. Не больше. В одно касание закидка. Ломается анимация от СЗшника. И все. И он не успевает. И дальше уже ему надо набирать с места. То есть стартовать. А вашему форварду не надо стартовать. Он уже набирает к тому времени максимальную скорость. Еще раз смотрим. Получили. Что делаем? Л1 в направлении форварда. ЛСБ побежал. Побежал. Ждем, ждем, ждем. Видите? Когда мяч вылетает с ноги. Когда он добегает. И отдаю я эти пасы под закидывающего, забыл сказать, с Р1Х. Вы можете видеть, да? Р1Х. Зачастую Р1Х для того, чтобы мяч до закидывающего быстрее долетел. Очень часто. Ну, понятное дело, что иногда я могу просто Х отдать. Если вижу, что расстояние еще надо там дольше. Вот, например, дольше ему надо бежать. Я могу просто Х отдать, чтобы мяч чуть... Вот в этом эпизоде чуть медленнее катился. Чтобы у Перло был запас времени. И у Эусеби был запас времени, чтобы добежать до линии. А в предыдущем эпизоде, как вы видите, я отдаю с Р1Х. Потому что вижу, что Мбаппе уже добегает до линии. То есть он уже достаточно высоко. Поэтому на Деберина идет Р1Х. Ну, в моем случае это Р1Х. И моментально закидка Л1 треугольник за спину. То есть все, по сути, на таймингах. Понимать, когда. Ну и как реагирует ЦЗ. По сути, сам видите. Реагирует, реагирует. Идет параллельный пас. Все. Как только мяч с ноги вышел, анимация защитника ломается. Ну и дальше, по сути, выход один на один. Как их реализовывать. Но это уже отдельная тема. На канале есть видео по реализации. В идеале вы ходите один на один. Надо понимать, что один на один надо реализовывать не на силу. Удары не на силу. Исключительно на технику. В идеале вы летаете на вратаря. Он вылетает на вас. Один болл ролл. Или же просто уходите в сторону на Р1. Или просто на переступах в сторону. И в пустые ворота. Снова смотрим. Форвард. Запущен Мбаппе. Моментально. Ищем. Ищем, кто может закинуть. Раз, раз. Все. И то же, что и говорилось в этом. В сегодняшнем шортсе. Во вчерашнем. Выдергивает соперник ЦЗшника. Моментально за спину в голую зону ловит. Вратарь на противоходе. Понятное дело, ворота открыты. И пошли. Опять. Вот мяч у вратаря. Какая опасность. 4-6 проигрываем. От вратаря идет закидка во фланг. Получили. Моментально идет запуск. Моментально. Получили. Запускаем сразу. Л1. Видите, да? На приеме. Л1 в направлении нажимается. Параллельно с приемом я запускаю игрока. Сопейник на ЦЗшнике. Обратите внимание. Принял. ЦЗ побежал. Форвард побежал. Бежит, 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 бежит. Мы ждем. Ждем. Пока он чуть дальше отодвинется. Нельзя сразу отдавать. И за Дейбрюни ждать. Все. Вы проебете моментально. Потому что как только Дейбрюни получит мяч. ЦЗ уже будет реагировать по забегающему игроку. Поэтому. От него мяч должен отскакивать. Как от стенки. Так. Так. Маппе поднимается. Л1 треугольник в одно. И побежали за спину. Все. ЦЗ не реагирует. Выход на выбегающего вратаря. Опять таки. Просто обходите. Бьете по пустым воротам. По той же самой логике. По той же самой логике. Работают и кик-оффы. С которыми у большинства проблемы. Проблема основная заключается в том. В том, что закидывающий у вас игрок. Зачастую не предназначен для закидывания. У меня каждую закидку. Вы уже поняли. Исполняет Дейбрюни. Почему? Потому что золотой треугольник. Резаные пасы золотые. Резаные оно называется. Не. По-моему не резаные. По-другому. Резаные это навес по-моему. Золотой треугольник. И. Что я делаю? Почему у вас вот этот игрок может перестать забегать в один момент? Частая проблема. Вы скидываете пас. И. Как только мяч вышел с ноги. Обратите внимание на геймпад. Как только мяч вышел с ноги до форварда. Прожимается L1 в направлении этого игрока. Моментально L1. Пока мяч только вышел. X L1. Пока мяч долетит до вас. Чтобы он развернулся и начал бежать. Разворачивается. Начинает бежать. И ЦЗшники. Если я просто за МБП закину. Да. Подожду. Они будут реагировать на этого забегающего. Но так как я играю через второго. На третьего. Выхожу на Дебрюна. Как раз таки. Который должен. И в моменте. Когда я получаю. Видите. Он уже почти на линии. По карте даже посмотрю. Он почти на линии с ЦЗшниками. В одно касание L1 треугольник. Все. ЦЗ не реагирует. Выход один на один. С центра поля. Таких кик-оффов. Если вы смотрите видос. Вы увидите. В каждом чемпионс. По 8-10 штук залетает. Они работают по одному и тому же принципу. Опять скидываем. Моментально. Как только мяч вышел с ноги. Прожимается L1 в направлении игрока. Который отдает этот пас с центра. Пас. L1 в его направлении. Он разворачивается. Начинает бежать. Параллельный пас. На R1 и X. Параллельно. R1 и X. Два раза R1 и X. Чтобы мяч быстрее долетал до вашего закидывающего игрока. R1 и X. R1 и X. И L1 треугольник на все. Раз. Все. С левой ноги. С правой ноги. Похер. Если у игрока есть золотой трейд на закидки. Он что с правой, что с левой. Исполнит шикарно. Опять таки. Я играл за многие карты. И лучше Дебрюне эти передачи не делает никто. И это причина. По которой по сути на сегодняшний день он у меня безальтернативно стоит в центре. У меня он например гулит с ним в паре. Как разрушитель. Но в моменты когда я понимаю что соперника сложно проходить. Я просто выпускаю в пару к Дебрюне еще и пирло. Вместо гулита. И просто начинаю вот эту хуйню творить. От крайка. Скидка. Запуск либо Усебе, либо Мбаппе. У меня и слева пирло закидывает. Ну. Более менее удобно. Ну. Более менее. Это понятное дело, что Дебрюне делает это лучше. И Дебрюне. И идут двойные просто закидки. С двух флангов на форвард. В двух флангах. Фланг получил. Запустил форварда. Через ЦП. Закидка в одно касание. Идеально в 4-4-2 работает. Ну. И на этом по сути все. Надеюсь, было полезно. Я сейчас максимально стараюсь скомпоновать всю информацию. То есть сжать и сделать ее более доступной для большой аудитории. Потому что, ну, к сожалению, не всем доступно достаточное количество времени для того, чтобы сидеть там 30-40 минут и смотреть все видео. Поэтому спасибо, что смотрите. Спасибо, что лайкаете, дизлайкаете. Без разницы. Даете обратную связь. Комментируете. Это очень сильно помогает для продвижения канала. И, конечно же, для его роста. Еще раз спасибо. Скорее всего, следующий ролик будет, возможно, про механику как раз L1-R1. Потому что L1 мы часто используем. Как раз таки запрос для того, чтобы забегал ваш игрок. А панзев с R1 очень мало используем в большинстве своем. Потому что не понимаем сути, зачем оно надо. И очень много проблем. Как раз и когда вы выходите из защиты, отказываясь пытаетесь отдать на КП. А крайний полузащитник просто улетает. И вы отдаете просто в борьбу. И не можете выйти из-за этого там. С защитной третьей в среднюю треть. Скорее всего, мы разберем эту механику. Ну, поэтому, опять-таки, если полезно, если интересно, не забудьте поддержать. Ссылки в описании на телеграм-канал, на чат телеграм-канал. Очень живая аудитория. Постоянно общается, советует друг друга. Я сам за часой не успеваю даже за ними уследить. Ну, и на Boosty и Patreon, где выходят дополнительные материалы регулярно. Вот буквально 2 дня назад вышло как раз таки про секретные механики перехватов. Секретные, да. L2-R8, да. Все. На этом буду заканчивать. Спасибо еще раз. Берегите себя. Еще услышемся. Пока.